Привет всем друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть в City Skylines И у нас уже город действительно серьезный Буквально еще немножко, еще пару-тройку тысяч и у нас будет огромный город Следующий этап нашего развития Ну и пока мы эти несколько тысяч ожидаем, когда они приедут Давайте мы немножко посмотрим с разных ракурсов на наш городишко Ну действительно, смотрите, да, занимает почти все Видимое пространство Целая куча домов Да, и я немножко расскажу о том, что здесь изменилось С прошлой части, вот я немножко проапгрейдил дорогу, где было можно это сделать Вот, также вот здесь вот у нас такой появился райончик атомщиков То есть здесь офисы, немножко коммерции Вы видите, теннисные корты Ну и, собственно говоря, станция Также у нас здесь станция по переработке мусора Вот, также дороги немножко апгрейджены, те, которые улучшены, так скажем, да Вот, те, которые идут у нас в деревеньку, тоже атомщиков Вот здесь вот у нас появился новый район Вот эти две дороги, ну так себе сказать, что это какой-то слишком большой район Нет, эта дорога у нас и была Просто мы построили здесь с вами дома Дома, плюс ко всему же вот большая была проблема с въездом в город Я так считаю, что все-таки разгрузилась теперь эта проблема Вот теперь вы видите, да, заезжают автомобили А по вот этой вот улице По крайней Курсируют в основном маршрутки Да, народ бегает туда-сюда Так вот, непонятно только, почему у нас здесь светофор С каких-то делов встал, да? Да нет у нас тут светофора Это мы тут просто останавливаемся Пропускают Вот, ну и конечно же у нас пробки теперь вот здесь Хоть и три полосы, все норовят ехать по одной полосе Зачем? Зачем, если и можно ехать по той, которая запружена По той, где пробка большая Можно всегда постоять, поскандалить Посигналить, перемолвиться с кем-нибудь словечком То ли дело ехать по пустой, да? Смысла особого нет Вот только так я объясняю Далее Здесь у нас, ну проблема в том, что не хватает людей Потому что люди идут работать в коммерцию и в офис И никто не хочет работать тяжелым трудом Несмотря на то, что я вроде бы как поставил такую возможность Не то, что возможность, а необходимость Вот для нашего холерного района Я поставил, что школы достаточно Плюс ко всему же школы достаточно у нас в припортовом То же самое И в бывшем гетто Гетто мрачное, как оно осталось, так и осталось То же самое, только школы И все равно нам не хватает рабочих Вы видите, да? Дело в том, что вакансий в офисах и в магазинах столько много Даже уборщикам предпочитают, по-моему, устраиваться в магазин Чем работать грязь, месить на полях Ну, опять же Ладно Пускай Пускай вот А хотя вот лесная промышленность Я сюда добавлял немножко Вот она вроде бы как функционирует И никому ничего не надо Так, ладно У нас появляются пробки Везде, где только могут они появиться Да? Вот съезд отсюда Съезд оттуда Тут приостанавливается Там приостанавливается Я так думаю, что мы вот это вот уберем И Ага, они все пытаются перестроиться на следующую полосу На третью, крайнюю, да? Хотя, в принципе, можно ехать и по второй Ну, кое-кто едет И даже по первой мы видим, да? Что, в принципе, можно ехать и по первой Едьте, пожалуйста, не поворачивайте Да и все Так, ну ладно, это все Мелочи, по-моему Все-таки город огромный Функционирует Так, и пока он функционирует И мы видим, что 54,410 Да, еще немножко И у нас будет 55 тысяч И это будет мегаполис У нас появится аэропорт Вот, естественно, мы запланируем Куда мы его поставим Вот, но пока все это дело делается Давайте мы сделаем еще вот здесь вот Пару-тройку дорог Я так думаю, что мы расширим вот этот райончик Пускай не на много Пускай не на много, но все-таки расширим А, тут у нас получается панк, да? А мы так Как-то Ага, как-то так не получается Хорошо Мы сделаем вот таким вот образом Кусок дороги Лучше у нас пойдет сюда Потому что чем, да, получается Больше у нас полукруг Чем больше четверть Это круга Тем больше район И больше ходить Нашим пешеходам Я вот сделал даже Кое-где такие вот пешеходные дорожки Но все-таки лучше, наверное, делать Дорогу И велосипедисты смогут ездить И пешеходы бегать Все, короче говоря Кто захотят, те смогут Так, ну примерно Примерно вот так вот Примерно ровно, да Здесь точно так Попытаемся Провернуть вот сюда Ну, как-то так вот Пускай не совсем ровно Но более-менее Здесь зато сможем сделать Так, как надо Как подобает, да? Почти Вот так, хорошо Вот такое вот гетто У нас получается, что Оно очень большое, да Я как-то, когда его планировал Даже не думал, что Гетто разрастется До такого супер-мега района Огромного Так, как-то, да, что-то Немножко кривовато Но я думаю, что Нормально Нормально Так, ну и здесь У нас будут Обыкновенные Задворки Я бы так район даже Наверное и назвал бы Задворочный какой-нибудь Дело в том, что Мы все с вами Прекрасно знаем Есть спальные районы, да? И вот в этих спальных районах Ничего не происходит Хорошего Люди только спят И больше ничего И оттуда ездят На работу Так, электроэнергии У нас, кстати, уже И не хватает Как вы видите, да? Атомная электростанция Скоро будет Не справляться И я убрал Те дополнительные Вот эти вот Энергогенерирующие Установки Которые у нас стояли Потому что У нас только одна Вот эта вот станция Которая выбрасывает Мусор в воду У нас уже на дворе Дай бог какой 2050 год И я так думаю, что Вполне нормально Уже иметь к тому году Какое-нибудь оборудование Которое позволяет Не загрязнять Окружающую среду Ну и в частности Я поставил Экофрендли Такие вот Так называемые Экофрендли Очистные установки Которые Производят Да ничего Они не производят То есть Очищают До 100% Так Что там нам нужно Еще офисов Немножко Да Ну офисы Мы вот сюда Вот бросим Так И немного Вот здесь Я так думаю Что вполне нормально Здесь же у нас дальше Снова таки Пошли Дома Итак Мегаполис Друзья У нас с вами Мегаполис Еще одна область Два на два Самолет И аэропорт Ну что же Это здорово С чем я вас и поздравляю Давайте посмотрим Где мы будем Делать аэропорт Я конечно же Думаю Что аэропорт У нас будет Где-то Ну вот здесь Вот скорее всего Мы тут Сделаем дорогу И такое вот Хотя вот Тоже неплохо Да И здесь Недалеко Город у нас Да Согласен Да и тут Вот тоже Ничего так Тут куда ни плюнь Везде Его можно сделать Так Аэ Да Вполне Смотрите То есть Мы можем Вот таким вот образом Да Поставить То есть Еще провести Кусок дороги И сделать Аэропорт И тогда Это у нас будет Не то что Припортовый Это будет Какой-то Не знаю Крутой узел Круче нашего города Может все-таки Куда-то сюда Тут движняк Просто дикий И мусорки тут катаются И кто только не катается Я так думаю Что мусорки нужно будет переносить Так Но все-таки Насчет порта Аэропорта Да Или здесь Там Или вот тут Может быть Где-то Кстати Неплохой вариант Но тогда Его нужно будет Соединить С какой-нибудь Из этих дорог Например Да Чтобы отсюда Могли уезжать Чтобы не было Пробок много Так Ладно Давайте решим Проблемы С водопоставками Ну я так думаю Что обычно Аэропорт ставится Где? За городом Правильно? Никто никогда Не ставит его В центре города Потому как Очень шумно Это Затея И я так думаю Что опять же Мы к этому аэропорту Ну где-то Вот здесь Мы его поставим И к нему Вот даже Смотрите Ровная дорога Прекрасно По-моему Давайте смотреть Станет ли он здесь Или нет Супер Становится так Как надо Никому Абсолютно Не мешает И шум У нас Тоже никому Не помешает Особо Так Хорошо Это что такое Достигнуть Численности Населения Международный Аэропорт 65 тысяч У нас как раз Пошел немножко Минус Так Электричество Сюда подаем И у нас Начинает Работать Крутой Аэропорт Так Вода Вода у нас Есть Тут полный порядок Со всем этим Да Так Сюда Кто тут у нас Улучшается Ага Вот эти вот Здания Улучшаются До следующего Уровня Ну и Неудивительно Аэропорт Все таки Ну и конечно же Возле аэропорта Нужно сделать Сюда во первых Дорогу протянуть Получше А во вторых Немножко может быть Сделать даже Коммерции Какой нибудь Ну чего нибудь Такого Давайте мы поставим Вот у нас есть Дорога Да Сюда тоже Нужно будет Провести Конечно же Вот так вот Да Как-то Нужно будет Обязательно Провести туда Автобусное сообщение Так Сори пацаны Ага Тут мы с вами Не расширимся Сюда Смысла особого Нет расширяться Это мы сейчас Переносим Вот все равно У него электричества Нет Мы его поставим Рядом С аэропортом Так далее Возвращаем Коммерции Законы Их не места Так И здесь Вот мы видим Да В принципе Я бы сюда Тоже немножко Расширил бы Потому как Автобусы У нас Здесь ездят Когда мы Пока можем Его поставить Да что я В самом-то деле У нас Смотрите У нас Денег Просто Вагон Вот так Вот так Делаем Да и все Расширяем Да Вот Сюда Вот Отлично И ставим Аэропорт Аэропорт Так Хорошо Все снова рады Вот Может быть Небольшую Улочку А то и мы Здесь дороги Тоже будем Делать С вами Ровные Потому что В дальнейшем Наверное Здесь будет Я так Подозреваю А что ж такое Че Непонятно Вот В дальнейшем У нас Будет уже Большой Такой Серьезный Коммерческий Район Как оно И должно Быть Дьюти Фри Какой Нибудь Да Беспошлиная Торговля Для Всех Желающих Так Немножко Еще Протянем Вот То Что Нужно Вплотную Наверное Не стоит Подходить Ну Вот Как-то Так Нормально Этот Кусок Убираем Вот Хорошо У нас Такая Симметрия Получилась И здесь Прямоугольная И здесь Прямоугольная Все Хорошо Нормально Так Ну и Конечно же Мы видим Что сразу же Понадобилась У нас Вот эта Зона Вот это Коммерции Будет Просто Невероятное Количество Даже Наверное Это слишком Много Слишком Жирно Для коммерции Давайте Мы Вот Так Вот Сделаем Что У нас С водой Так Вода Есть Здесь Нам Не надо Добавлять Тут У нас Появятся В конечном Итоге Жители Да В принципе Да Могут Могут Появиться А Тот же У нас Действительно А здесь Я не поставил Потому что У нас Здесь Очень Много Шума Ну и Тут Понятное Дело Но До нашей Деревеньки Не доходит Шум Все-таки Далеко Аэропорт Находится За деревьями Да Они Могут Наблюдать Только Как Взлетают Самолеты Что Я Не вижу Почему У нас Сюда Не достает Полицейский Участок Давайте Мы Поближе Сделаем В аэропорту Должен Обязательно Быть Полицейский Участок Иначе Начинается Вот такая Свистопляска Мы видим Да Где-то Тут Я Конечно Хотел Поближе Поставить Давайте Вот Как-то Так Вот Хорошо Аэропорт Действия Теперь Сюда Проводим Автобусный Маршрут Хотя Он Уже Здесь Есть Да Поставим Просто Где-то Вот Поближе И да Не один Тут Я вижу Даже Два Ну что же Это здорово Это Вот у нас Такой Маршрутик Проложен По горной Дороге Ну Прекрасно Пускай Едет Так Хорошо Проблема С мусором Она у нас Наметилась Мы ее Решаем Опять же Ресайклинг Центр Вот такой Так Тут У нас Жилых В общем-то Жилые Есть Как-то Неохота Было бы В жилом Квартале Ставить Мусороперерабатывающий Завод Давайте Мы его Поставим Вот здесь На выезде Из города Так Это у нас Жилая Зона Нет Нет Не жилая Нормально Коммерция Так Хорошо Еще Еще Немножко Офисов Которые Так Любят Наши Жители Которые Так У нас И так Уже Да Весь Город В этих Офисах Офисно Коммерческий Какой-то Город Получился Вместо Промышленного Ну Наверное Так оно Есть Индустриализация Это уже Прошлый Век Сейчас Парк Вот здесь Огромный Парк Напротив Нашей Электростанции Смотрите Красота Появился Огромный Район Народу Появилась Куча Нужно Посмотреть Что у нас Тут Так Это Ну Здесь Не так Чтобы Много Было Да Вот Тогда Это у нас Сиреневая Я так Понимаю Сиреневая Сиреневая Где она У нас Тут Проходит Вот Вот она у нас Проходит Смотрим 120 человек Это Восьмая Да Нет Это Не Восьмая Еще разок Восьмая И седьмая Остановки Это у нас В самом Городе И Мы Получаем Что Смотрите Получается Что у нас Тысяча Метров Между Автобусами Давайте Мы добавим Мы добавим Раз Такой Нагруженный Маршрут Плюс Ко всему Здесь У нас Аэропорт Поэтому Должно Быть Много Автобусов И я Предлагаю Еще один Сделать Автобусный Маршрут Который Будет А здесь вот выгружаем людей у метро где-нибудь поближе вот так снова таки проезжаем через центр и выезжаем на большую дорогу так она большую дорогу нам лучше выехать где-то вот здесь то еще одну маленькую остановочку сделаем и возвращаемся в город снова таки где не поставь остановку она все равно будет всем мешать потому что очень много транспорта естественно давайте заедем скажем сюда и теперь вот здесь вот маршрут закончен так сразу же видим что 133 человека тут стоит поэтому ставим автобусов и будет еще больше людей ставим автобусов чтобы на километр примерно да так хорошо аэропорт функционирует народу смотрите сколько в наш супер город приезжает самолеты буквально не успевают их доставлять туда-сюда сюда бы еще электричку подвести но в принципе электричка вот она рядом пересели поехали да и попали вот сюда simple train station и тут же у нас следующий узел порт ну что я могу сказать крутой город у нас с вами получился такое какие конечно же проблемы есть это естественно доступность начальных школ например да начальная школа 1 2 но нужно значит и третью где-то здесь поставить лучше вот тут которые жалуются на мусор так здесь ах охвачена в нашем в холерном в гетто в гетто до мало школ поэтому мы где-нибудь в одессе притулим кстати прекрасно здесь становится на и смотрим средней школы но нужно где-то еще и среднюю хоть она много места и занимает но что поделать кстати вот здесь вот у нас уже есть средняя школа здесь ее нигде не притулишь рядом с этой смысла ставить я не вижу здесь она вообще не нужно в офисном районе но значит придется где-то ставить вот тут в гетто районе как-то так и все равно мало сколько не поставь все равно мало а что у нас вообще по по бюджету давайте мы посмотрим бюджет и так максимальный максимум что мы можем сделать но значит придется полить еще школу так где-то здесь тут что-то такое вот непонятное да давайте меленькую поставим здесь у нас все охвачено здесь получается что райончик такой пролетарский совершенно промышленности много дымящие заводы стоят дымящие мусороперерабатывающие комбинаты и вот тут вот немножко притулились такие вот домики давайте мы порадуем жители местных порадуем и поставим здесь школу так как бы тут его так провести чтобы 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 у нас параллели совпадали и вот как-то так вот отлично как раз для школы будет у нас тут место вот мы где-то как-то так его и поставим здесь и получится что еще один вы можете купить новый час тогда я знаю что я могу купить пока он нам вроде бы как и не нужен у нас и так хотя бы это место освоить которое у нас есть так как-то да если мы сделаем ну вот нормально нормально вот он райончик у нас получился еще один здесь немного офисов так здесь тоже офисы снова таки парк какой-нибудь и еще немножко да получается коммерция с этой стороны шума много шума жалуются да хорошо не будет вам шума соответственно здесь тоже самое скорее всего будет шум так ну ка смотрим ну действительно но вот вот здесь уже уже будет полегче так ну что же что же друзья я предлагаю на этом пока что прекратить продолжим мы с вами развитие города в следующей части и это будет последняя часть нашего эпичного города двадцать пятая часть это уже будет конец потому что мы практически все что хотели мы сделали ну можем купить сейчас для интереса какой-нибудь из этих участков вот или этот например да но смысла особого я не вижу в этом ну чтобы была такая вот возможность давайте здесь у нас гора нам будет неудобно здесь тоже горы тоже там особо мы не поставим ничего давайте этот купим вот такой вот с высоты птичьего полета мы наблюдаем здесь такое четверть круга там четверть круга здесь обрезано там обрезано но ничего нормально и с этой высоты мы видим да вот очаги загрязнения которые в скором времени я уверен что уйдут все-таки в общем я буду на этом с вами прощаться встретимся в следующей части всем спасибо за внимание всем удачи и пока